всем здрасте меня зовут шустрый сегодня я заменю наемника поэтому не переживайте он на работе выполнять заказ на зачистку местности от мутантов сегодня я вам расскажу о штурмовом оружии вихрь поэтому саживайтесь и заваривайте себе чайок кстати я тоже не прочь жахнуть чаю но у меня нет денег так как я их профукал в баре одному козу ладно если вы хотите чтобы я попил чаю как и вы то ссылка в описании надеюсь наемник ничего не узнает про это и так данное оружие можно получить на данный момент только в пвп использует оружие калибр 939 ломается оружие полностью после 350 патронов имеет класс эпический весит 3 единицы веса перезаряжается за 2,5 секунды и перерабатывается за 4 материала и два компонента характеристики 7 очков урона 7 очков темпа стрельбы 6 очков дальности 9 очков сведения и 5 очков точности а чуть не забыл чиниться два часа и в починке используются материалы и компоненты ну вообще могу сказать по характеристикам в булыжке и на средних дистанциях просто дай боже кому-то выжить против этого монстра а на дальних дистанциях отстой полный но и оружие просто нб в пвп режиме я уже играл и убил с него 667 раз кстати если вы хотите меня услышать в следующем видеоролике про обзор улучшенной версии вихря то пишите это в комментариях ладно переходим гачи play ой геймплей и так вот мы сейчас пойдем посмотрим данное оружие вот такое вот я снаряжение выбрал и честно говоря перед тем как собирать амуницию для нашего обзора я задумался на какую локацию пойти так как оружие достаточно такое мощное очень мощнее на ближних и средних дистанциях но она уже на дальних дистанциях сейчас его показывает так как можете вот сейчас даже посмотреть на характеристики дальность 6 точность 5 то есть характеристики сами на себя говорят но урон 7 м стрельбы 7 сведения 9 это конечно очень играет огромную роль поэтому я выбрал аэропорт я думаю данная локация будет идеальным местом для обзора данного оружия так как она не сильно сложная но и так уж и нелегкая взял с собой 120 патронов хилку энергетик ну как всегда два бинтика то есть вот все налегке ну и само собой ну куда же без нашей любимой биты с гвоздями так вот мы появились на локации энергетики я сразу не буду принимать появились как всегда снизу так ну что давайте-ка затестим ого-ого ничего себе с одного патрона офигеть боже какое же имбовое оружие на калибре 939 вы посмотрите это жесть какая-то я честно говоря хотел сначала пойти на свалку но потом подумал что типа я там конечно раскатаю всех но все же блин получил очень много демиджа я думаю этого это не стоит того так ну слушайте зомби строители из трех патронов бегунов убиваем с одного с двух ну да два патрона на обычных зомби так обязательно запишу обзор о улучшенной версии данного автомата и данный обзор будет очень скоро так как я уже прокачал 8 мастерской и уже качаю там следую следующую пушечку на обзор так ну военных убивать с трех патронов ну да таких вот уже ну да вот конечно чувствуется до маленькая дальность но сколько там три патрона или 4 надо было чтобы убить бандита ну да три патрона вы много много урона всасал ночью много очень много урона так ну сейчас вы быстренько работаем и пойдем дальше интересно кто у нас здесь ага у нас тут бывшие военные я думаю что все же нужен физраствор надеюсь не собьюсь с вихром так сейчас появится часов патронов сколько я садил чтобы убить бывших военных так ну конечно чувствуется что очень много прям вот очень много читают где-то патрона я думаю 65 я так чисто хим по интуиции говорю так там главное от последнего не слиться так как я думаю что как раз таки он ну тут зажимом конечно хоть очень классно что ни один патрон не улетел мимо него хотел бы сейчас еще затестить на штурмовики очень интересно будет сколько нужно будет боезапасом на него чьи попаданий данного оружия но пока чувство патроном ой по патрону нас кстати очень мало что-то прям 120 патронов взял и разлетелось так ну ладно сейчас буду тогда поэкономней это понемножечку тратить и оставлю сейчас на что опа нет вот как раз таки штурмовик так ну давайте-ка считаем я сейчас буду медленно считаю стрелять чтобы правильно почитать сколько выстрел ну кстати достаточно быстро как-то его убил ну низко не в даже нормально так средне то есть чувствуется что урон хороший заливается но не прям какой-то там сверхъестественный а это не аэропорт это у нас получается офис вот вспомнил часто бандиты попадаются на это попытаюсь кто осторожненько это все обойти кашечка потрошка нововато показалось идет вот это сейчас урон конечно влете у меня так давайте-ка сейчас осторожненько его тихоря убьем так и вот у нас красный ящик так как бы это не слиться но не буду рисковать на картонах пойду так а ключа нету отличная идея чья а вот мышь еще не зовут али фу я уже подумал сейчас сейчас придется этого бить кого-то убивать так ну давайте-ка сейчас сидим рис и возьмем два бинта и потрошки само собой так м 249 неплохо патронов много выпало я думаю места и не хватит места давайте-ка возьму так вот ну и все патру патрушки там по возможности потому у нас патронов а хотя их все равно там перерабатывал я место не тоже так ну хорошо ой 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 как-то не горю желанием блин подъезд и тут будут бандиты будет не очень прикольно вы как бы как-то чекнуть кто там у нас осторожно так потому что здесь тоже может попадаться какой-то не такой неплохой лук ага а у нас так давайте побыстренько перезарядимся кстати перезарядка такая достаточно быстренькая так просто идеально так давайте все же физраствор на всякий случай использую мало ли что так все и картиночка у нас улучшилось двое без цвета упа и узи чечка слушайте такой неплохой у нас рейд получился выбили прям целых три оружия бакашку м249 и узи шку так предлагаю еще сюда хотя сейчас сколько патронов то еще 24 патрона ха ха тут разбираем зомбарей так раз два три а кстати на бегу на этого красного бегуна три патрона это нужно будет запомнить ой с одного блин жалко что потратил патрон так слушайте не зря заглянули не зря заглянули телефончик у нас тут есть сигнальная шашка не зря не зря патрона у нас девять осталось раз так два говоря потратили три нормально раз два три а 4 4 заметьте 44 патронов а патрона у нас осталось поэтому у нас задание выполнено мы просмотрели хорошо достаточно опа и еще под конец под конец последний из двух последних патрона убил отлично вообще были наружек очень классно так ну что давайте ка вот у нас итог кстати ниш прям что-то вот супер ну хотя нет слушайте 31 материал 6 компонентов это как как будто на карьер сходил пособирал все же я думаю надо будет посмотреть что там насчет м249 может оставлю может нет ну чтож вот такой вот нас рейд получился давайте-ка перейдем к итогу и так данное оружие мне понравилось тем что очень хороший урон хороший темп стрельбы к этому все можно прибавить огромнейшее сведение ну и в общем оружие не сильно много весят ну и само собой у данного оружия присутствует и минусы в виде дальности и точности оружия плюс к этому все можно добавить то что использует дорогостоящий калибр 939 который и очень много висит и достаточно сложно найти ну и не рекомендую использовать данное оружие в соорежимах лучше всего использовать его в пвп режимах так как сбривают очень быстро любого противника без разницы какой брони очень быстро сбривают а там еще и есть улучшенная модификация которая улучшает это оружие просто до небес это просто убийственное оружие получается для пвп режимов но не для одиночных режимов как я раньше я говорил дорогостоящего удовольствия ну что ж вот такое вот оружие получилось надеюсь вам данный видеоролик понравился пишите свое мнение в комментариях также скоро выйдет видеоролик про улучшенную версию мне уже появилась такая возможность показать вам ее подписывайтесь на канал чтобы не пропускать видеоролики интересные лаза микрофона был я наемник до скорого которые все не пропускать видеоролики интересные лаза микрофона пока что